В этом фильме мы разберемся с вопросом, для чего в линиях электропередачи напряжение делают максимально большим. Ведь для этого приходится строить мощные трансформаторы, повышающие и понижающие, высокие опоры, вывешивать гирлянды изоляторов. Неужели без всего этого нельзя обойтись? Чтобы разобраться с этим, сделаем для начала такой опыт. Эта лампочка по номиналу рассчитана на напряжение 3,5 В и ток 0,2 А. Это означает, что ее сопротивление в рабочем режиме составляет 17,5 Ом. А вот эти провода изображают линию электропередачи. Мы будем запитывать лампочку переменным напряжением. Его амплитуда должна быть в корень из двух раз больше. Подаем на лампу напряжение с амплитудой 5 В, и она загорелась. Сопротивление проводов по сравнению с сопротивлением лампы было совсем незначительным. А вот если линия электропередач будет длинной, ее сопротивление может оказаться заметным. Вставим в цепь резистор с сопротивлением 10 Ом. Снова включим питание, и лампа горит заметно слабее, потому что существенная часть напряжения падает теперь не на ней, а на резисторе. А теперь поставим на входе нашей лэп повышающий трансформатор, а на выходе такой же понижающий трансформатор. Подаем входное напряжение, лампочка горит, и убеждаемся в том, что действующее напряжение между проводами на участке между входным и выходным трансформаторами поднимается с 5 до 180 В. А теперь уберем замыкающую перемычку и поставим на ее место все тот же резистор с сопротивлением 10 Ом. Смотрите, лампочка прекрасно горит, почти не утратив своей яркости. Более того, заберем десятиомник и поставим на его место резистор в 200 Ом. Лампочка горит и теперь, хотя не так ярко. Обратите внимание, сопротивление проводов нашей лэп сейчас в 10 раз больше сопротивления нагрузки, и эти 200 Ом на повышенном напряжении рассеивают электроэнергию весьма незначительно, так что почти вся она передается к нагрузке. А теперь, когда опыт сделан, можно и формулы пописать. Изобразим на схеме места, где производится и потребляется электроэнергия, и два провода, которые соединяют производителя с потребителем, образуя замкнутую цепь. На самом деле в лэп переменного тока обычно используется трехфазный ток, но сейчас для нас эти детали несущественны. Работающая линия электропередачи характеризуется, во-первых, напряжением между проводами, во-вторых, силой тока, текущего по проводам. Но в конечном счете от производителя к потребителю передаются не напряжение и не ток, а электрическая энергия. Передаваемая по лэп мощность равна произведению силы тока на напряжение. При одной и той же мощности мы можем увеличивать ток и уменьшать напряжение, или наоборот, уменьшать ток и увеличивать напряжение. Кажется, что это ничего не меняет. Так почему же нам в действительности выгодно поднимать напряжение и уменьшать силу тока? Дело в том, что провода обладают электрическим сопротивлением, и мощность тепловых потерь в проводах по закону Джоуля-Ленца равна произведению квадрата силы тока на сопротивление. Так что чем большим будет напряжение, тем меньше будет сила тока, и тем меньше будут тепловые потери в проводах. Кстати сказать, въедливый зритель может спросить, но ведь для тепловых потерь есть и другая формула, у квадрат делить на r. И в соответствии с этой формулой тепловые потери в проводах будут тем больше, чем выше напряжение. Так может быть напряжение нужно не увеличивать, а уменьшать? В чем же ошибка этого рассуждения? Ваши ответы на этот вопрос пишите в комментариях к нашему ролику на ютубе. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!